Модельяне, Сутина, Утривова, Кислинга, Мариса Вламенко, Андрея Дерена, Сюзанны Володон Ну и другие художники Монфарнаса Монфарнас это район Парижа, в знаменитом кафе Ротонда Там собирались художники, которые там гуляли, пили, разговаривали о бредном В общем была такая тусовка художников Вот там, видимо, а может и где-то в другом месте Где-то там на Парнасе начал копить коллекцию Ионас Нэк Коллекционер и на этой выставке, которая представлена, где-то порядка 120 работ его Его коллекции, которые привезли Ну что, вот эти работы, которые можно посмотреть А что можно сказать? Ну а Модельяне, наверное, можно сказать, что это просто талантливый человек Очень интересный Интересные картины, они своеобразные у него Наверное, все-таки неповторимый стиль Который сейчас очень многими копируется Но вот я знаю минимум два, даже не два, а, наверное, четыре человека Незнакомых художников Ну, шапочные знакомства, но все же Которые вот работают под Модельяне И очень неплохо, кстати, продаются Полотны, да, полотны Модельяне Очень дорогие на современном рынке Можно посмотреть на сотни, сколько они стоят Я не смотрел, ну, в принципе, можно посмотреть Вот сейчас специально посмотрел Картина обнаженная Модельяне Была продана за 170 миллионов долларов Это было на Кристе А вот еще одна я посмотрел Была продана за 30 И другая за 69 миллионов долларов Это уже на сотни Вот такие вот цены на эти картины Ну, наверное, видимо, у которых есть деньги Но они правильно вкладывают свои деньги Потому что картины Модельянина очень Ну, мне вот они симпатичны очень Вот так вот Интересный человек, своеобразный Который жил со многими женщинами Ну, наверное, как каждый такой творческий человек Родился он в Ливорно, в Италии Обучался в художественных школах Во Флоренции, Венеции Слыл скандалистом Часто устраивал драки Знакомился с различными женщинами Кстати, был знаком с Анной Ахматовой И Ахматова говорила, что у них с ним Латонический роман Интересная история Он был знаком с Жанной и Бьютерн Это вот именно та модель Которая присутствует на ее картинах Из 19-ти лет Они вместе жили У них родилась дочь Но они так и не успели пожениться А Матема Модельянин заболел Туберкулезом И вскоре умер 35 лет Жанна выбросилась из окна Она была, кстати, беременна на 9-м месяц И получилось так, что осталась дочь Но никаких прав на картины Вот Ильяна она не имеет Потому что брак был не зарегистрирован Вот такая история Да Здесь представлены еще работы Сутина Это наш Ну какой наш Русский автор Своеобразный Я, честно говоря, он мне не очень понравился Хаким Сутин У него своеобразная работа Ну, наверное, кому-то нравится Говорят, что он писал без набросков А сразу Просто Просто работал вот так Был Опять же По отзывам Тех современников Говорят, что он был безумен Когда рисовал картины Он писал их голым Писал, потому что Боялся за свою одежду Был бедный Он сам из Белоруссии Жил В бедной еврейской семье Но вот потом перебрался В Париж Где познакомился с Модельянин Они стали дружить Модельянин был его патроном Везде его двигал Но отличие картин Мне кажется, колоссальное Если у Модельянин Такие красивые, добрые Такие все-таки Ну, очень Как мне кажется Добрые картины То, конечно У Сутина Жесть Просто какой-то Депрессняк Посмотреть на его работы Это просто вообще Какие-то безумные картины Но это мое мнение Я никого ему не навязываю Это мои впечатления О выставке Человека-непрофессионала Вот Ну, там еще много Различных работ есть Можно посмотреть В хороших залах О залах Фаберже Происходит эта выставка Она еще будет идти По-моему Надо посмотреть Кто хочет Может пойти туда Интересно Пройтись Посмотреть Сытно Интересно Вот там есть Фотографии Кстати Модельянин И фотографии Его натурщицы Жанны Бьютерн Очень симпатичная Красивая женщина Ну, собственно говоря Все Кто посмотрит Тот посмотрит Кстати, я хочу сказать Что я на этой выставке Открыл для себя Моисей Кислинг Очень мне понравились Картины красивые И вот Сюзанны Володон Просто С Марисом Утрилло Очень интересные Пейзажи Такие красивые Добрые Ну, собственно говоря Вот и все Всем пока Всем привет До свидания Как мог Так показал На выставке Хотя, конечно Не фронология А просто Какие-то Картинки С выставки Все Пока Всем привет До свидания